Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале в YouTube. Я так полагаю, что раз вы смотрите это видео, вы заинтересованы о том, как бы уехать в Штаты, учиться дальше. Учиться либо на степень магистра, либо на степень докторскую. И, что немаловажно, учиться бесплатно, чтобы ваш тьюишн был полностью покрыт университетом. Это можно действительно сделать. Я сам через это прошел, причем несколько раз, но об этом позднее. Я понимаю, что у вас времени очень мало, и вы, возможно, сейчас делаете домашку, готовитесь к семинарам и так далее. Но я вам гарантирую, сегодняшнее видео, которое вы сейчас просмотрите, будь это полчаса, либо чуть больше, это не будет потраченное время зря. Что вы будете делать сейчас? Смотрите, вот открываем Google. То есть, если вы хотите найти какой-то университет, мы сейчас не будем рассматривать Гарберли, Стэнфорд, в котором, кстати, в Стэнфорде был этим летом. У них там ходил, гулял, очень даже прикольное место. Значит так, обычно, надо поиграть с ключевыми словами, да, list of universities in the USA. И у нас, ну, университетов реально куча, очень-очень много. Вот by state, если щелкнуть, допустим, вы хотите ехать, не знаю, во Флориду, да, либо в Нью-Йорк. Представляете, сколько-то университетов там, ну, реально куча, вот Аризона, Арканза, Калифорния, Кэлли, Сакраменто, там, город и так далее. То есть, они ничего вам толку не говорят, да, поэтому эту затею бросайте, эту затею и советую две ссылки. Значит, одна называется вот Graduate Guide, да, Graduate Guide, другая Gradeschools.com. Я лично пользовался вот этим сайтом, Gradeschools.com. Смотрите, в чем прелесть его. Значит, мы идем, Browse by Subject. Мы можем выбирать бизнес, там, еще что-то, да, Education и так далее. Но, давайте-ка, чтобы вам было виднее. Так вот, Browse by Subject. Допустим, я хочу, вот, заканчиваю НИАС, да, допустим, вы заканчиваете НИАС. Вы идете, Education, ESL, TESL, English as a Second Language, Teaching English as a Second Language, Teaching English as a Second Language, так, забыл я что-то, у меня степень English as a Second Language, но это то же самое. Teacher of English, Speakers of Other Languages, как-то так, но не суть. Мы, значит, идем сюда, допустим. Так, сейчас он загрузится. Вот мы выбираем Education, ESL, TESL, Program Level. Так, ну, допустим, штат мы еще не знаем, да, city тоже не знаем. Ну, минимум, country-то надо определиться. Выбираем US. Можете щелкнуть Канаду, но для того, чтобы видео продемонстрировать, мы выбираем US, the US, the United States. Идем дальше. Значит, нам нужно что? Программ Level and Program Format. Сейчас он загрузится. Так, нам нужен либо мастер, либо доктор, да, и обязательно, чтобы было On Campus. То есть, мы выбираем мастерскую, если вы идете на мастера. Master's Program and Campus. То есть, если онлайн, это не считается. У нас пошли университеты, но мы еще выберем, чтобы было On Campus. Итого, сколько у нас получается чего университетов, да? То есть, великое-великое множество. Какие-то у нас. Ну, вот смотрите. Сан-Франциско, да? Master of Arts Teaching English Speakers. Да, Speakers of Other Languages. ESL тут в Чикаго. Монтрейк, Калифорния, Нью-Джерси. И тому подобное, и так далее, да? Очень-очень много. В Хьюстоне, там даже вон. Не знаю, что в Алабама. Но реально куча. То есть, ваша задача. Если вы знаете город, если вы знаете место, где вы бы хотели, да? Потому что там, не знаю, зимой там на лыжах кататься или там около моря там на побережье. Значит, выбирайте тот или иной штат. Вон у меня. Карта Америки, да? То есть, ну, вы можете открыть в гугле, естественно, и посмотреть. Ваша задача, значит, найти университет, который вам понравился. Ну, например, если мне понравится какой-нибудь штат, я выберу. Ну, для демонстрации я выбираю Idaho, штат. И смотрю, какие там программы есть. Idaho почему я выбрал? Потому что я сам там учился. Так, ну, Сити. Вот, собственно, вот. University of Idaho. Москва. Да, да, в Америке где-то порядка 5 или 6 разных Москва. Но это самая большая. Студенческий такой городок. Население 23-25 тысяч. Половина из них студенты. Значит, если вы щелкнете сюда request info. Request info. Откроется такое окошко, где придется вбить информацию. Request info. Сюда потребуется вашу информацию внести. То есть, вот этот zip-код на 23% потом имя, фамилию. То есть, кто вы, значит, сколько лет, когда вы хотите начать учиться. И так далее, и тому подобное. Но я бы не советовал каждому так кликать. То есть, вы что будете делать? Вы возьмете, значит, запомните. University of Idaho teaching English as a second language. Да, посмотрите. Идем в University of Idaho teaching English as a second language. И вот мы видим. I may teach English as a second language. University of Idaho. То есть, сейчас мы эту ссылку пробьем. Альтернатива у вас, значит, вот такой graduate guide. Зайти сюда, тоже выбрать, например, вот education. Вбить сюда, например, что вы хотели бы изучать. Хотел бы изучать English. Education, state. Колорадо, Connecticut. Вот Idaho. Ну-ка глянем. Ну вот, собственно, видим опять University of Idaho Great Studies. Сразу ссылку открываем. Вот она идет. Что мы видим? Кратенькая информация дана. То есть, даже никуда не надо регистрироваться. Что у нас написано? Стоимость, собственно, там от 8 до 22 тысяч. Cognition. Top 25 value colleges in the nation. Все понятно. Вот мы видим, что здесь тоже у нас есть всякие. Colleges. Departments. Letters and Social Science. Вот мы видим. Где-то только что вот. MA. Teaching English is a Second Language. То есть, ну я, собственно, нашел ее другим способом. Вот она ссылка. Давайте на нее щелкаем. И мы сразу напрямую выходим. То есть, вы поняли, да? Чтобы каждый университет не регистрировался, там, не давать информацию, что вы нашли название университета по вашей специальности потенциальной. Вбивайте в Google, в поисковик. В Google. И вот как мы быстро находим. Смотрите теперь. Вот у нас страничка. Your Fido, How do you? Class English, Graduate, MIT. Тут разные есть. Значит, те, которые на Creative Writing. Нам нужен, собственно, Teaching English is a Second Language. Вот мы видим. MA. Teaching English is a Second Language, да? Cheatime. The TESOL curriculum provides students with a practical training and theoretical background in Teaching English as a Second or Foreign Language. How to apply? Вот что нам важно. How to apply? Ага. Deadline is May 1st. То есть, у вас еще время, да? Applications incomplete at that time will be at a disadvantage. То есть, да, обломитесь. Start early. Понятно. Смотрите. Requirements. Что нам важно? Bachelor degree, который у вас будет. GPA. Grade point average. Это средний арифметический ваш 3 балл. Это значит, вы хороши на четверке учитесь. То есть, вот этот вот GPA. TOEFL 83. Internet-based. Я сдавал, помню, давным-давно. Так, секунду. Тут надо нам позже сделать. Четыре часа позже. Так. Что мы имеем? Вот. Собственно, значит. Sorry about that. Technical difficulties. Так. 83. Это значит, сколько? Ну, это мало. Это где-то upper. Нужно иметь. По Common European Framework Reference. Да, вот который. Это upper intermediate. Okay. Uppers. Значит. Те, кто закончил LCP. Но это не важно. Значит, получается вот. Очки у вас. Минимум 83. Application. Что, собственно. Online application. Three confidential letters of recommendation. Вот это вот. Самое, считаю, одно из основных. Да, то, что потребуется. Чуть-чуть поднапрячься. Но, что называется doable. Official transcripts for all undergrad courses. Official transcripts. То есть, что это такое? А это значит, что вы закончили вуз. То есть, вы закончили, либо заканчиваете у вас, получается, диплом. Да. К нему прилагается такой вкладыш. Вот, собственно, это transcript. Но, поскольку в русском вузе его выдают на руки, а в Америке они не выдаются, они как бы находятся в специальном месте, их только запрашивают официально, да. Вам придется сксерить, да, вот у вас черно-белый такой сксерить, ну, кумян, по крайней мере, тоже вместе с этими всеми оценками, предметами и так далее, перевести, поставить печать в вузе, и чтобы вуз это отправил. Есть разные способы, но об этом попозже. Значит, вот что означает official transcripts. Зачет, как грубо говоря. У вас, если вы еще только выпускаетесь, да, на следующий год, то у вас, естественно, диплома нету. У меня его не было. Но, что называется, тогда в таких случаях зачисляет conditional admission, то есть условное. По прибытию вы должны будете предоставить. Сейчас я вам покажу. Так, собственно, когда мне зачисляли в University of Nevada, Las Vegas, присылается вот такая бумажка, где тут написано, собственно. Так, сейчас, наверное, не видите. Вот. Graduate College Conditions. Your admission is conditional upon official diploma from Shua State Pedagogical University. Как только прислали то, у меня, вот, видите ли, где Алексей Попов, congratulations on behalf of the graded, бла-бла-бла. То есть, зачисления на PHD. Транскриптс, они важны. Окей. Statement of career objectives. Еще иногда называют statement of purpose. То есть, что тут написано? No more than two double-spaced. А это означает, здесь не double-spaced, то есть, double-spaced pages, то есть, две странички, да, то есть, где вы должны рассказывать о ваших целях и как вы будете полезны департаменту. То есть, пожалуй, transcript, ну, нет, transcript даже, я бы сказал, letters of recommendation, statement of career objectives, вот, ну, вот это самые два, наверное, пожалуй, таких весомых, да, документа, на основании которых будут приниматься решения. Пусть вы супер-пупер студент, у вас straight A, да, straight A, сплошные пятерки. И тому подобное и так далее. Но университету важно знать, зачем вы к ним едете, да, какой benefit для них. То есть, они вот это хотят видеть в вашем statement. И вот это, пожалуй, самая такая проблематичная бумага, самая проблематичная, которую придется написать. Также тут CV, curriculum vitae or resume. Все стандартно. Writing sample. 8-20 страничек эссе, либо часть вашей дипломной работы, то есть, да, вот написано for paper, for a course, with some instructor's comments on it. То есть, ваш преподаватель подпишет что-то там, прокомментирует. Все это отсылается туда. Дальше, значит, еще раз смотрите, значит, онлайн application, ну, стоит, может быть, 60 долларов, 75, сейчас не помню. Это один из ссылок, значит, три письма, recommendations, official transcripts, зачетка, то бишь, вот это вот письмецо, зачем вы туда едете, CV, которое должно быть уже даже сейчас, начните это делать. То есть, не так все много. Что тут интересное? Ну, знаете, как credit admission есть тут? Ну, отдельно поговорим. Ну, в принципе, эта форма электрон заполняется, да, то есть, и вы туда присылаете, то есть, в PDF, либо в Word documents, attached files туда. Теперь нам интересно, ага, а как же по поводу денежек, да? За чей счет вот это все? Ну, смотрим. Так, я раскрою сейчас. Вот тут вот, teaching, assistantship and other funding. Значит, что это значит? Это значит, что вам придется, чтобы за вас платил университет, вот они предлагают 25 миллионов scholarships и так далее, значит, нам это неинтересно. Вы наверняка уже видели в интернете очень много, как получат там гранты и там еще какие-то scholarships и так далее. Я про это ничего говорить не буду, поскольку я через это не проходил, я просто много читал и слышал, да, но я вам рекомендую teaching assistantship. Для чего? Это значит, что вы будете преподавать один или два курса в семестр, это очень мало, то есть, дважды в неделю. Тут написано это part time, значит, как будто 20 часов, но это не значит, что вы 20 часов физически преподаете. Значит, вы хоть два либо три раза, два раза в неделю вы преподаете курс по час двадцать, по-моему, час тридцать, девяносто минут, или же три раза, но по пятьдесят минут. Преподаете какой-нибудь курс, в котором департамент, на который вы поступаете, то есть, я преподал английский, письменный английский в этом университете. Вот написано teach to one course load, то есть, что это значит? Это значит, я в один семестр преподал, у меня было два класса, в другой семестр один класс, потом менялось. И получается, вот разные вот, где тут, scholarships мы не будем рассматривать. Значит, смотрите, how to apply. Щелкаем. You will not need to submit anything to be considered for a teaching assistantship. Окей? То есть, грубо говоря, вы предоставите предыдущий документ, который мы смотрели, да, если вас зачислят, вы автоматически, you are awarded this assistantship. То есть, оно уже на год, ну, как правило, на все обучение, на два года, уже вас покроет, уже будет. При условии, что вы, конечно, в хорошем академическом статусе, то есть, вы учитесь не на тройке, а на четверке и пятерке. То есть, course load, что тут? Вот. Three sections of introductory composition courses per year. То есть, two sections, one semester, one the other. Да, там будет supervision of the director of writing. То есть, что это дает? Это дает, что вы сами учитесь, ходите к профессорам на занятии и так далее, да. В другое время вы учите студентов. Как правило, это американцы, которые учатся на бакалавра, undergrad students. Вот, собственно, все. Значит, вот этот университет, данный департамент, дает вам степуху, если вы поступаете. Теперь, давайте подумаем, что если вы, ну допустим, допустим, вы не, допустим, допустим, вы не студент, который уклон английского языка, а допустим, вы, ну скажем так, сейчас найдем какие-нибудь, вот, AZ индекс, да, допустим, вы вот, не знаю, ну инженер, да, допустим. Engineering. Смотрим, engineer. Они разные бывают, mechanical, computer и так далее. Find your degree, так, так, так. Вот, допустим, biological engineering, chemical and materials, civil, computer science, electrical, computer engineering, mechanical, ну что мы выберем? Да, ну, собственно, не важно, что вы выберете, тут Master of Science in Computer Engineering, or Electrical, or PhD. Если прокрутить ниже, мы увидим, что, так, graduate admission, вот вы, graduate. If you're interested in applying, visit this link site for more info. Но, значит, что вам важно? Значит, admission requirements general, который, значит, то же самое стандартно, перевод зачетки вашей, потом там рекомендации, значит, GPA тоже 3. GE is required, graduate record examination. Я сдавал его раза 4, по-моему, за, или даже 5. Почему? Потому что в одном из университетов его требовали, у меня был достаточно высокий английский, но слабоватая математика, да. Но тут же, хотя она простая, но я не математик. То есть, поэтому я сдавал несколько раз, чтобы выше набрать баллов. И TOEFL 550, ну, 550 это, получается, мало. То есть, я как заметил, закономерность такая, значит, если вы идете учиться в такие программы, где там физика, математика, то надо знать, наверное, математики и физики намного больше, ежели английского. А если вы идете там, где математика и физика не нужны, соответственно, английский должен быть выше, чем цифры эти, да. Так вот, 550, я там скажу, это, ну, не знаю, 550 это совсем мало. Ну-ка, это где-то 79, TOEFL, TOEFL, IBT, да, даже не IBT, 550, IBT, ну, где-то 79, 80, что ли. 550 это еще Paperbase, я не знаю даже, кто принимает такие. Так вот, прогрутилась TOEFL, значит, получается, эквивалент, да, смотрим. Значит, TOEFL, PAY по 550, вот, 550 мы видим, да, ну, начинается, 50, значит, IBT, 79, 95, ну, 79, да, 80, как я сказал, значит, по IELTS, это, значит, 6,5 минимум. Кембриджский есть и так CE, уровень C1, C1, вот по цифре это Common Framework, Common European Framework for Reference of English or Language. То есть, ну да, то есть, вот у вас, значит, такой уровень должен быть. В основном это где-то требует на мастера где-то 80, 83, такой предел, да, вот, как мы видели, даже на ИНИАС, ну, не на ИНИАС, а на Teaching English as a Second Language. Вот, с этим разобрались. Идете, давайте вернемся назад. Так, ну, то есть, что? Ваша задача на сегодня. Телефон отключить. Взять, ну, что, бумаги, написать сюда, что вам надо. Ну, вам надо, значит, зачетку перевести, вам надо сделать, найти трех руководителей своих, те, которые реально вас знают, то есть, прикинуть удочку, скажем так. То есть, вы будете рассматривать поступление на следующий год, чтобы в сентябре уже начать учиться. Вам потребуется, значит, Statement of Purpose. Это вот эта вот самая основная такая бумага, которую Committee, Admission Committee, то есть, очень много времени тратит, чтобы решить, зачитать вас или нет. То есть, ну, об этом я сделаю отдельное видео или даже вебинар, если захотите, если подпишитесь, если будет больше лайков, то я недели через две сделаю вам вебинар, как писать это сочинение, мини-сочинение, да, зачем вы туда едете. Также расскажу, что важно включить в это letters of recommendation. То есть, если все пишут, ну, такой пушистый, хороший, супер, там, активный, это, представляете, не только русские поступают же, да, то есть, американцы в этом плане не дискриминируют по поводу, вот, из Китая, либо из России, то есть, они любят студентов международных. Кстати, я писал дипломную работу, называется Communication Between American Undergrad Students and Russian Teaching Assistants. Я давно писал, в 2004 году, она есть в интернете, там все это подробно исследую, рассказываю, какие проблемы, какие встречаются, и так далее, и тому подобное. Так вот, русских студентов любят, что называется, мы добросовестные, там, ну, на тот момент, когда я учился, по крайней мере, было так, хотелось бы верить, что до сих пор все так и происходит. Так вот, поэтому, представляете, сколько человек подает, да, то тысячи подают, а принимают совсем мало, да, и очень важно, что скажут ваши руководители. То есть, вот, как пример, я как-то подавал, вот, University of Wisconsin, да, то есть, подавал тогда на PhD, на докторскую, чтобы учиться, значит, вот я из Москвы, Айдаха подавал, то есть, что мне там прислали, грубо говоря, Dear Mr. Popov, I regret to inform you that you have not been accepted for the admission, да, а почему, а вот смотрите, this year, ну, когда это было, там, года четыре назад, this year, we received 70 applications, and we expect to enroll only 4 or 5, но это было на PhD, то есть, это был крутой университет, Мэдисон, да, Висконсине, не получилось, но зато получилось поступить в Лас-Вегас, не ладно. Так, со степухой, что немаловажно. Значит, на сегодня все, надеюсь, вот эти полчаса, которые вы сегодня мне уделили, не прошли для вас даром, это стереотип, что вы не можете учиться, что будет дорого, что нет, на самом деле, я учился, миллионы студентов учатся, ничего подобного. Всем желаю удачи, увидимся где-то через несколько дней. Пока пишите, пожалуйста, мне, задавайте вопросы, то есть, я сейчас вам скажу, куда писать, вступайте в ВКонтакте, в Фейсбуке, сейчас контакты скину, все, всего доброго. Собственно, что вам надо? Вам потребуются транскрипты, перевод вашей зачетки, текущей, если вы еще до сих пор студент. Если уже выпустились, имеете степень, то просто отдайте в агентство, ее переведу. Затем, CV, кюрикюм вита, или же резюме. Потом вам потребуется минимум 2, а то и 3, Ledger of Recommendation, желательно от ваших профессоров, а тех, кто его знает, научные руководители. Также, TOEFL, IELTS, либо CAE, но должен признать, что CAE, мало где в США принимают, мало как и университет принимает. TOEFL должен быть примерно 79, где-то 85, если на мастера, а IELTS, это согласно, где-то, конвертации, 6,5-7, на PHD понадобится где-то 100. JEE, Graduate Record Examination, не все принимают, тоже в зависимости от программы. GMAT в основном идет, как на MBA, но еще на ряд специальностей, но не на все. Так же, самое основное, это Statement of Purpose, вот это, пожалуй, самый важный документ, на основе которого происходит зачисление. Важно, КОНЕЦ